Вот запрещает начальнику РФЧ МВД фиксировать. Около Белодово находится. Но каждый имеет право на защиту, согласитесь? Нет, я согласен, просто я вам запрещаю куда-либо выкладывать эту запись. Ну, это мы разберемся, ладно, потом. Хорошо, спасибо. Просто так не надо наезжать на меня. А я не наезжаю, вы что-то. Ну нет, просто я запрещаю там. Публично человеку. Давай. Пойдемте, ага. Малин, паспорт я забыл, извините. Я это прошел вот так. Назад сейчас или? Нет, ну давайте здесь, я присяду как бы. А, на улице? Да, конечно. А, давайте, ага. Ну, нормально. Ой. Ты здесь по существу вашего обращения? Ну да, конечно, конечно. Давайте. Просто, знаете, я только безобразие насмотрелся. И навиделся. А кому верить? Верх не осталось. Так я как бы не знаю, в чем как бы. Как долго работали вы руководителем? Я думаю, это не имеет значения. Ну как не имеет, потому как вы должны знать обстановку хотя бы. И... Обстановку чего? Ну, криминальную и обстановку, честно говоря, атмосферу в РОВД, что там творится. Ну, вы меня узнали, видимо? Я вас не узнал. Не узнали? Знаком с нами. Ну, там... Не заочная. Только лично слава. По видео там, туда-сюда. Нет. Видеообращение-то у меня. Да, вот смотрите. Получается, вы указали, что вынуждены обратиться к вам в цели принятия мер правого характера к участковому Карпову, да? Да. Который... Здрасьте. Александр. Наш сотрудник. Здрасьте. Ладно, вы... Вы для себя снимаете? Это другой вопрос. Попрошу... Ладно. Что вы меня пугаете? Ой, господи. Нет выкладывать в общем доступе и для распространения. Хорошо? Для себя используйте. Ладно. Ой, не надо меня пугать. Блин, вот так пугаете меня уже. Производи, пожалуйста... Да, да. Видеозапись. Совершенно верно. Я не возражаю. Да. Поэтому, смотрите, как бы... Вынужден обратиться к вам в цели принять меры правого характера к участковому Карпову. Даже разрешаю выложить. Кстати, я разрешаю выложить. Нет, я не разрешаю свое изображение. А я выложу, потому как вы публичный человек. Нет. Нет. Извините. А что вы приехали тогда сюда? Вы какой орган? Нет, где работаете вообще? Давайте спорить не будем. Нет, где работаете? Давайте спорить. За год в конторе? Я попросил... Нет, слушайте, это... Чего человек начинает провоцировать меня? Нет, никто не провоцирует. Давайте по существу, хорошо? Начинает он еще, блин. Давайте. Работает за счет налогоплательщиков и начинает буреть. Так. Смотрите, получается, что у нас. Вы указали, что просите принять меру права характера к участковому Карпову. Правильно? Да, да, да. Который своим родственникам Маловым больше всего совершает преступление. Именно стоит реальная препятствия для тех, кто в работе бычковым путем уничтожения повреждения транспорта. Совершенно верно. Вот. Что можете об этом поводу более конкретно объяснить? Что, как бы, вот? Объективное доказательство имеется в видеозапись. В прошлом году сделано, осуществлялось. Выложено. Кстати, о этом... Я могу даже маску снять. Привет, привет. Сейчас это... Пандемия не надо. Да. Нет, просто вы суете тут у меня камеру. Поставьте хоть камеру отсюда. Полтора метра от вас. Вот. И это самое... Маску наденьте хотя бы. Я надел. Я надел. Маски? Да, да, да. А было... Там приезжали оперативные следственные группы. Короче, вот Малов. Ну, Бычковы. Бычковы. Они занимаются этим... Овощеволцом. Угу. Овощи выращивают, сажают... Фермеры, да? Да. Ну, как фермеры, да. Сажают в поле. Соответственно, используют сельхозтехнику. И вот у Карпова, у этого, не Карпова, а Карпов, он курирует вот этот регион. Ну, территорию Карпов. Участкового полномочия. Бычкового этого района. Совершенно верно. Ага. Вот. А Малов, Малов вредит вот Бычковым, Бычковым, ставя вот где техника ездит у них, да? Между полями, прямо в колеса, вот в землю, да? Он штыри, специально изготавливает штыри и портит вот эти колеса. Так, Малов-то это кто, получается? Малов. Он чем занимается, Малов? Он пенсионер. Угу. А почему он к Бычковым так относится? Зачем? Ну, не знаю, какие-то, видимо, неприятные отношения там у них возникли. На почве того, что... Или зависть, на почве зависти, или же на иных какие-то, ну, обстоятельства, да? И они не заезжают, кстати, ни в поле у него, да? Вот там, кстати, рядом у него поле там уже есть. Обрабатывают там или сажают, я не знаю. Вот. Они туда не заезжают. Они только используют меж... Межевое вот это самое, общее пользование дороги. Межевой. И перемещаются к своим участкам. К своим участкам, да? Вот. Это Бычков имейте. Совершенно верно. А вот этот Карпов... Не, не Карпов, а этот... Малов. Малов, да. Николай. Устанавливает вот эти четыре, чтобы они не ездили. Портит специально технику, чтобы они... Ну, портит и... Ну, понятно. Воспрепятствует. Хорошо. И дальше. Неоднократно обращались... Бычкову. Бычкову. Неоднократно обращаю Карпову. Вот. Потому как знаю, что Малов-то родственник. Ладно. У Карпова. Ага. Вот. И как участковому, как должностному лицу. А кому обращаться более-то? Вот. У них, кстати, набрались вот этих штырей. Штук... двадцать восемьдесят... Там, я не знаю, сколько там... Куча штырей. И постоянно. Вот. Представляете. Вот. Технику. Трактор. Колеса. Большие трактора. Вот. Надо их разбортировать целый день. Понимаете? Повреждали. Вот. Вот. И... В прошлом году мы как-то познакомились с Бучковом-то. И... Я говорю, а почему вот таким образом вы не обращаетесь? А что, говорит, бесполезно? Карпову, говорит, Карпову скажет, ага. Прими. Ну, я поговорю. Ну, с этим малым. Я поговорю. Ладно, говорит, поговорит. И что, через неделю опять, говорит, появляются у этих. Потом дальше. Он специально портит, строит вот эти канавы. Это... Малов. Да. Специально канавы роет. Для того, чтобы трактора, вот эта техника, сельхозтехника, не могла проехать по дороге. Понимаете? Угу. Вот. Далее идем. В прошлом году, когда вот со мной они, ну, познакомились были... Тесно. Я говорю, извините. А, при мне, буквально, газель едет и раз, блин, вот этот штырек. Вот, говорит, пожалуйста. Вот она уже. Мы... Я говорю, извини, так не пойдет. Говорю, это сейчас разбортировать и опять колеса портить, да? Прям вот такой штырек, вот такой. Какой-то вот, ну, типа... Такой. Угу. Кстати. И приехали оперативные следственные группы. Участковый приехал и... Корнилов. Угу. С этого. С полиции. Там по надзору наркотикам, что ли. Ну, оперативные следственные группы, видимо, был. Вот. И... На видео заснято это все. Далее. Изъяли там... Акты изъятия сделали. Колеса туда-сюда. И сделали... Ущерб. Ущерб. Три с половиной... А, три... Сколько? 350? 350 рублей. Угу. Вот, чисто на.. Хорошо. 350 рублей. Передали материал. Ну, это административный якобы, больше нету. Хотя мы давали там Показания, я даже прямо в видео Говорится, это устойчиво преступное сообщество Понимаете? То есть он Три года бездействовал И участковый И ничего не делал, ничего абсолютно не делал Три года Далее идем Хорошо, 350 рублей Зиновьев занимался Этим вопросом, кстати, Зиновьев Зиновьев приезжает к Бычковым Говорит, извините У нас, говорит, мы За бортировку, говорит, еще 350 рублей С Бычкова забрал Нет, на каком основании он забрал Еще Зиновьев? Вопрос у меня И это, во-первых Относится к расходам правосудия Пускай правосудие И взыскало бы с Малого Согласитесь? Малого Почему Зиновьев? Вот вопрос еще Зиновьев на каком основании Вытребовал 350 рублей За то, что за бортировку Что там они сделали? Я не знаю То есть это расходы Правосудия Согласитесь? И почему-то Они возложили на потерпевшего Дальше идем Хорошо Происходит Ладно, тот год Вообще, ну нормально Прошло все вот это Вот этим штырем только В этом году опять И главное дело А ладно Сергей там Бычков Ну сын его На видео заснял С этим Общением с Малого Кстати В этом Прямо на видео И он говорит Я буду ставил И ставить буду Он прямо говорит Кстати Административное дело Ну 400 рублей штраф На Малого этого Возложили Вот И он там Претензии предъявляет Сыну Ну Бычкова Вот сам Сергеев Вот я заплатил Ну по-марийски Я вот заплатил 400 рублей Там туда-сюда А я говорит Он прямо говорит А я говорит Сколько менял Колеса Из-за тебя Я говорит Не знаю Сколько ты менял колеса Мне говорит По барабану Я сколько Ставил И буду ставить Вот эти Я говорит Как он сказал Не допущу Чтобы вы ездили Кто он Налоговый инспектор Или какой-то Какой должностной Он самоправственным Занимается Практически Он Малов Не свойственен себе Свою функцию Присвоил себе То есть Он кто Землеуправец Какой-то администрация Местного совета Или же Налоговый инспектор Когда говорит Вот выгодят Налоги не платите Откуда ему известно Что налоговый Бычковый платят Или не платят Вот вопрос Там прямо На видео На видео есть там И вот Приезжает опять же Сотрудники приехали Ну позвонил он Ко мне Я говорю Вызывает сотрудников Это уже неоднократно Каждый год Звонил К этому Карповым Карповым говорит Я говорю В отпуске Я ничего не знаю Подождите Он Участковый полномоченный Я сам работал Участковым Это извините Пожалуйста Его ведение Находится Это он Принял присягу Переносив Все тяготы Дальше идем Это род свинник Род свинник То есть он Получается бездействием Своим Пособничает Совершение преступления Совершенно верно Это уже Бездействует Он бездействует И пособничает Он практически Получается А на балов Что говорится А мне по барабану Говорит Я ставил И буду ставить Изинов Почему он 350 рублей Забрал у Бычкова На каком основании Был ли закон на основании Вот забрать За бортировку там Колеса Да туда сюда Вот когда В прошлом году На каком основании Это что Вымогательство получается Или шантаж какой А Зиновьев Все я вас услышал Хорошо Давайте сейчас Я понял Вы понял Теперь да Вы сформулируете Обращались Однако До сих пор Никаких не принимают Совершенно верно Кузнецов Георгий Александрович Ром Я когда Семку прекращу Я думаю Что какой Общий смысл Попонятен Ну ладно Дата рождения 7 мая 1973 года Место рождения Место? Да Место рождения А Марийское СССР Парангинский район Деревня Помостел Помостел Образование Три класса Четвертый коридор Неполно Средний Высший Так Вместо работы Должность? Нету Временно Не работаешь Вместо регистрации Практически Сопада? Да Горг Кузнецов Бульвар Кузнецов Кузнецов А копия У меня объяснение Дадите Мое? На каком Основании Это 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 же Это же Мое Нет Вы ознакомитесь Я же Какие-то Давайте По существу Ну нет По существу Я вопрос Задаю Сразу Бульвар Кузнецов 521 521 Да Семейное положение Женат Нет Нет Да я пользуюсь чужим телефоном Снимайте на чужой телефон Да Дали пользоваться Совершенно верно Отец Алексей Сын Сергей Больше Серега Сергей Алексеевич Который что Случается Ну он Он отцу Он отцу помогает Честно говоря Отец занимается По сути дела Он Как говорится Сын У него так На технике ездит Ну помогает ему Как Член семьи Ведут Общее хозяйство Общее имущество Имеет Конечно Ну там Это я не знаю Это я не вникаю Не хочу Как-то Говорить Выращиваем сельхоз Сельхозпродукции Выращиваем А Малков Получается Кто Алов Он пенсионер Соседняя деревня А деревня Это большая И вы не ездили Через овраг Вот короче Емельева Он буквально Вот Один край Через овраг Другой край Нижний Верхний Значит В этой же деревне Проживает Малов Да Который Возапрепятство Да Путем Установки Штырей Блин На дороге Чем самым Приносит Порчу Малов Как его? Николай Николай По-моему Который Своими действиями Да Устанавливая Устанавливая Самодельные Штыри Штырей На В поле На прежней части Поля Ну да Как сказать Давайте В полевой дороге Да 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 В поле Штыри Приводит Негодность Приводит Негодность Колеса Дороги тем самым Да Да Тем самым Приводит Негодность Колеса Сверхозтехники Принадлежащие Принадлежащие Бычковым 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 Длится Более трех лет Более трех лет Известно Известно Прикрасно Известно Бычковому Бычковому Полномоченному Да Королеву Карпову А как Карпову А Карпову Да Однако Что Однако Однако Он Своим Бездействием Своим Бездействием Пособничает Совершению Преступлению Преступлению Кем Своим Родственником Малого Да Своему Родственнику Малого Который Влятся В родственнике Да Своему Родственнику Который Является Его Родственником Да Меры А что За Факты Подтвердены Объективными Доказательствами Видео Видео Есть На канале Моем Посмотрите Георгий Кузнецов Ютуб Посмотрите Георгий Кузнецов Да Сейчас я Главное Запишу А что там На видеозаписи Там Как бы Ваши Какие-то Пояснения Или Прямо Описание Есть Что Устачиво Преступлению Я прям Там Описание Я говорю Георгий Кузнецов Георгий Кузнецов Горд Казмодемьянск И все Там Мою Физионово Вы видите Ютуб Ютуб Да Вон Ютуб А если Берите У вас Там Много Видеороликов Как Конкретно Назал Ролик Который Там Карпов И Прям Первый Вот Последнее Виде У меня Карпов Первый Физионово Я фотографию Ему Сделал И Ссылку Сделал Что Это Продолжается Уже До Этого Вот В прошлом Году Которое Видео С этим Корниловым Когда Опер Опер Следственная группа Приезжала Вот И Сейчас А вот Последнее Этот Малов Вообще Он Говорит Я Говорит Он Ладно Сергей Он Записал Я Говорит Как Ставил Буду Ставить Все То есть Он Признался Понятно Вы указали Что ВД Присубить Своим Бездействием Поощряют Потому Что Неоднократно Обращение Было Вот Это Обращение В прошлом Году Почему Не Среагировали То Заявление О Преступлении Мы Там Прямо Указали Я На Видео Прямо Указал В прошлом Году Почему На Карпово Карпово Вообще Не Следовали Его Действие Бездействие Вот Сейчас Я Когда В Россию Обратился Вы Приехали А Почему До Этого Куда Вы Направляли Куда Чего То Предыдущее Обращение А МВД Вот Сюда А В отдел Да Мы Заявление О Преступлении Писали На Карпово Кстати Все Я Услышал Но Дело В том Что Здесь Отдел Полиции Не МВД А Вы В целом Пишите Что МВД Бездействует А Потому Что Вот Здесь Они Должны Были Передать По Последственности Вот Или Следственный Комитет Или МВД Указывайте О том Что Руководство Даже Местное Руководство Честно Говоря Оно Прикрыло Предыдущие Нет Они Почему Они Должны Были Передать Правильно Согласитесь По сути Дело Озбы Хотя Б Я пишу Что Довод О том Что МВД Бездействует Выражаться В том Что Вы Подавали Ранее Обращение Совершенно Верно У меня Складывается Еще Вера Нет Извините Ладно Я Здесь По Последственности Ага Если Не Относится К Видению Как Я От Своего Сотрудника Пусть Правоооценка Или Следственники МВД Республики А там Другой Вопрос Куда Перенаправить Выделить В отдельный Производ Согласитесь А тут Взяли Швырнем Туда Корнилов Пугает Да Я Запрещаю Тебе Выложить Я Специально Выложу Довод О том Что МВД Преступлен Бездесиво Содержается В том Что Ранее Данном Факте Было Подано Заявление ВМК Сангьянской Да И Укрыто Данное Заявление О преступлении В отношении Карпова Карпова Да Карпова Потому Как Бездесиво Заключается В том Что Они Не передали Наше заявление О преступлении По Подведомственности Или Подследственности Ну Следствие Должен Подведомственно Кому Подведомственно Туда МВД Пускай Разбирался МВД Я Перенаправил По сути дела Разберитесь У меня На сотрудника Есть Такое Заявление А там Другой Вопрос Со своей Головой Честно говоря Сняли бы Туда И все Другой Согласитесь А там Другой Вопрос Как Вы решите Направить туда Не направите Исследуйте Не исследуйте А тут Взяли Корзину Потому что Ладно Серега Бычков Он говорит Что делать Карпову Звонишь Я в отпуск Все Не беспокойтесь А какое-то Решение Направляли Нет По этому Обращению Нет А кто Направлял Вы Или Бычков Бычков Мы вместе Вот как раз Находились И на видео Заснят Там Заявление О преступлении Прямо В объяснении Мы пишем А куда Вы это все В отделе В отделе И потом Его перенаправили В этот Как Мировой суд А куда Это объяснение Делось Я не знаю Это в прошлом году Осень Где-то Наявреле Или В сентябре Ну Спрочите Этого А ведь смотрите В любом случае О принятом решении Как Бычков Та должен был Уведомлен Есть Есть Я ходил Мировой суд Я говорю 400 рублей Ему Присудили Этому Малого Присудили Там есть То есть Признал Он сам Сперва Дает Показания Что Это не я А потом Видимо Под давлением Или чем Я не знаю Лекарпа Второе объяснение Уже Он говорит Да Это я Говорит Установил Все То есть смотрите Получается Как бы сейчас Наши разговоры Потому что Вам то было известно Что Они Вот это обращение Все таки Как то рассмотрели И направили В мировой суд Да Обращение В части Малого Но Не в части Сотрудников Вот Вопрос то какой Насчет По поводу Малого Да Принято 400 рублей Там Страх Выписал Мировой суд Но В части Того О заявлении О преступлении В отношении Сотрудника Он укрыто То есть Никаких мер Не принято Согласитесь Именно Карпов Да Совершенно верно Именно Касая Я говорю Прикрывает Более 4 лет Он прям Бычков говорит Более 3 лет Говорит Уже продолжается Бычков Карпов Ничего не делает Прямо на видео Заснять Объективные доказательства Я говорю В этом канале моем Прямо на видео Там есть Они прекрасно знали Что я снимаю Все Я говорю Буду фиксировать Вопрос нет А Корнилов Весь Как будто яси У него были большие Там Походка такая У него походка Изменить маленько У них Как-то Гениталь Что увеличивается Никогда Ну это Вопрос Такой Поведение Сразу меняется У них Это все Ваши Домослы Посмотрите Вы сами Я говорю Попроще Походку Сделать Игры Ой Блин И начинает Пугать Еще Блин Похоже 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 Указывалось На бездействие Карпова Правильно? Совершенно верно Читаю Суть Суть моей жалобы В том Что У меня Есть знакомый Бычков Сергей Ром Подожди Давай Читай Суть моей жалобы В том Что у меня Есть знакомый Бычков Сергей Который вместе Со своим отцом Занимается Фермерской деятельностью В этой же деревне Проживает Малов Николай Который Своими действиями Устанавливая Самодельные Металлические В дорожном покрытии Поля Портит Колесную технику То есть Колеса Сельхозтехники Бычкова Правильно? Да Бычкова От данной Значит От данной ситуации Которая длится Уже более трех лет Известна Участковому Карпову Однако Он своим бездействием Бездействием Что? А Пособничает Совершение преступления Маловым Правильно? Да Как вы указали Который является Его родственником Довод о том Что МВД по республике Мариел Бездействует Тверждается в том Что ранее В данном факте Было подано Заявление В МО Космодемьянский Они никуда Данное заявление Не передали Считаю Это бездействием То есть Решение Не принято В отношении Карпового Так как В том обращении Также указывалось На его бездействие Совершенно верно Далее идем Вопрос встает В прошлом году Изымали колеса И на каком Законном основании Зиновьев Участковый полномоченный Истребовал 350 рублей Из Бычковых За то Что Разбортировать Туда-сюда Хотя Они являются Потерпевшими Со стороны Малова Вот это Что такое Вот вопрос Мне дайте Правую оценку Я тогда Это получается Изиновьев Ваше обращение Да Нет Совершенно верно Это Потому что МВД Нет На каком законном основании Вот они требуют Вот Пишите Подождите Смотрите Тогда давайте сделаем так Если вы У вас Этот вопрос Сейчас я вам дам бланк На который вы напишете Заявление Я здесь что пишу Вы давайте Не надо мне Вы сами выделяйте потом В одном же Объяснении Потому что Это предмет Один же тот же Но почему-то Сотрудники Пособничают Вот так Друг друга Понимаете И потом говорят Ой ладно Ты не пиши Изиновь Кстати Приезжал Говорит опять Ладно Этот Я говорю Поговорю с Маловым Нет О каком Разговоре идет речь Когда совершает Малов Совершает преступление О каком По небратце идет там речь Извини Родственник Не родственник Если родственник Почему он подводит Этого Ну Хорошо Так же у меня вопрос О законности действия Участкового Да Участкового полномочия Зиновь Который что Который В прошлом году Который В 2020 году Да Затребовал За Разбертировку Бортировку У кого У кого затребовал У Бучкова Алексея У отца Алексея 350 рублей 50 рублей За то что За то что Они За то что Сотрудники полиции Разбортировали Бортировали Поврежденным Маловым колесо А где они разбортировали Я откуда знаю Здесь наверное Я не знаю Какой-то человек Есть кстати в этом Мировом суде И главное дело Смотрите Чек есть Подождите Ладно Заплатил Теперь должно быть Почему потерпевший Должен платить за это А Чек За фамилией У кого-то стоит А почему По небрасу Такое 350 рублей И кто Присвоил Эти деньги Получается Вопрос Чек Есть там Материал В административном Деле Кто присвоил Деньги 350 рублей Там За фамилии Кто-то Заплатил Но кто Присвоил Деньги Значит Также у меня есть вопрос О законности действия Чековой Зиновой Который В 2020 году Затребовал У Бычкова Алексея 350 рублей За то Что сотрудники полиции Разбортировали Поврежденное колесо Бычкова Да Опять же Маловым Поврежденное Маловым Пишите Маловым Поврежденное Подтвержденное Материалами Административного Производства Мировом Суде Мировом Суде Сейчас Напишите Мировом Суде В материалах Административного Дела Мировом Суде Имеется Чек Имеется Чек Это у меня Сфоткано Есть Чек За Оказанную Услугу Им Сотрудникам Милиции За По Разбортировке Да Дальше Идем Кто-то Получал Деньги То есть Кто-то Сдавал Деньги Кто-то Сдавал Кто-то Сдавал Куда Сдавали Ну нет Кто Оказывал Услугу Кто-то Давал Деньги Правильно Дальше Идем Он Приезжает Бычкова Он Забирает 350 Рублей Теперь Куда На каком Основании На каком Законном Основании Чек Уже Там Прилож Нет Пишите Учек Есть Следовательно Следовательно Кто-то Оплачивал Данную Услугу Данную Услугу По какой Причине Зиновьев И на Каком Основании Потребовал 350 Рублей И куда Они Ушли По какой Причине Вот этот Оплативший Оплативший Услугу Автор Шиномонтажа Не обратился Непосредственно К Причинителю Вреда То есть Причинителю Малову А почему Бычкову Потерпевшие Должны Оплачивать Это Вот вопрос Встает Юридически Важно Получается Прикрыли И присвоили Эти Деньги 350 Рублей Вы Укаживаете Эта Картина Ну Запишу То есть Почему Потерпевший Бычков Нет А ну Да От преступления Или Правонарушения На данный Малово Запятая Почему Да Почему Оплативший Оплативший Вот этот Услугу Шиномонтажа Не обратился Непосредственно К Малову Вот это Вопрос Оплативший А Зинович Обратился К Бычковым Потерпевшим Нет Почему Лицо Оплативший Данную Услугу Не обратилось Непосредственно Да Малову Причинителю Вреда То есть Причинителю Да Запятая Куда Куда делись Что Куда делись Деньги И кто Кто присвоил Да Мы тебе указали Куда Куда делись Кто присвоил Эти деньги Опять Дважды пострадал От правонарушения И от сотрудников Он пострадал Еще 305 рублей Я понял Вы поняли Да Также у меня вопрос О законности действия Участкова Семья Который В 2020 году Затребовал Участкова Алексея 350 рублей За то что Сотрудники полиции Разбортировали Поврежденное колесо Участкова Колесо Также Повреждено Маловым Что подтверждается Материалами административного Производства Находящем Мировом суде А также В материале Имеется чек Кто-то оплачивал Данную услугу По какой причине Зиновьев И на каком основании Потребовал 350 рублей И куда Эти денежные средства Делись То есть почему Потерпевший Бычков Понес расходы От поврежденного Маловым колеса Почему Лицо Оплатившее Данную услугу Не обратилось Непосредственно К малову То есть Причинитель вреда Да Да Давайте я напишу В ходе Да Держите В ходе Рассмотрения У меня еще Появится Я Так Напишу В ходе Так Уважаемый Я хотел бы Напомнить вам Что я Не даю Своего разрешения На размещение Моего изображения Ладно Иргодом позвони Иргодом позвони Все Судиться будем Вопрос нет Судиться Вы меня услышали Смех Своего разрешения Я не дам Судиться будем Я соскучился Записан Наверное В ходе Я намерен Представить Новые Объективные Доказательства 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 Для исследования И право Оценки Сегодня Как учител? 22 22 2 июля 2021 Кофе мне Не дадите Кофе Как написано Как написано У нас нет возможностей Кофе Сделать могу я Зайдет Давайте сделаем В рамках Рассмотрения Хорошо Мы рассмотрим Сейчас пока Нет возможностей Эклинической Так Все Здесь Да Это ваши Данная Сетя Все Как фамилии Тоши Молодой человек Фамилия Меня Александр зовут Нет Фамилия Как Ну все Александр Ждите Это самое видео И будем судиться Готовьте Исковое заявление Будем На таком машине Поехали Неизвестный Парень Все Урожает Мне Все Спасибо До свидания Субтитры